Друзья, всем привет! В этом видео я хочу показать и рассказать о секретах идеальных стыков в лоскутном шитье. Не хочу много говорить, поэтому давайте приступим. Думаю, для вас это будет очень полезно. Принцип пошива всех изделий, неважно, что вы шьете, одеяло, подушку, покрывало, такой, то что мы сначала шьем блоки лоскутные, потом мы их шиваем друг с другом в ряды, а потом эти ряды шиваем уже друг с другом. Так вот, в данном случае у меня будет блок из треугольников, то есть из квадратов, которые состоят из разных треугольников. Давайте рассмотрим, что я уже проложила строчку, здесь два блока взяла. И нужно учитывать один нюанс, то что у меня припуски заутюжены в разные друг от друга стороны. То есть, если смотрите, на этом блоке у меня припуск заутюжен вверх, на сторону светлого треугольника, то на этом блоке у меня уже припуск заутюжен вниз, на сторону темного треугольника. И, соответственно, когда мы складываем эти треугольники, квадраты, то вот так, если прощупать пальчиками, припуски должны как бы сомкнуться. Если посмотреть здесь, вот так, видите, за счет того, что они смотрят в разные стороны припуски, здесь с пальчиками очень-очень легко совместить эти припуски. Потом мы это прошиваем. И далее, когда у нас уже ряд готов, нам нужно понять, как приутюживать и заутюживать наши припуски. У каждого ряда я делаю так. Если посмотреть вот этот ряд и следующий ряд, сейчас я вам покажу на блоке. Если посмотреть на готовом блоке, вот у меня готовый блок. Так, сейчас я его положу так, как мне надо. Вот готовый блок. И если посмотреть на изнанку этого блока, то мы увидим, что все мои припуски в этом блоке смотрят в разные друг от друга стороны, то есть в противоположную сторону. Давайте сейчас покажу поближе. Так вот, смотрите, если посмотреть у меня вот этот вот первый ряд и второй ряд, то вот на втором ряду у меня припуск смотрит влево, здесь припуск смотрит вправо. Если мы переходим на центральный шов, то у меня здесь уже влево, а здесь вправо. То есть, соответственно, каждый припуск мы заутюживаем в противоположную друг от друга стороны. И за счет того, что припуски у нас заутюживаются в разные стороны, нам гораздо легче совместить вот эти стыки. Это первый секрет, который я использую в пошиве лоскутных изделий. Давайте я покажу на практике, как это все делается. Вот у меня эти два ряда, которые мне нужно соединить друг с другом. Что я делаю? Так, во-первых, я смотрю, чтобы у меня были припуски заутюжины в разные стороны. Смотрю, если на этой детали у меня заутюжин первый квадрат в правую сторону, значит здесь, в этих деталях, мне нужно заутюжить припуск в другую сторону. Все, теперь мне нужно эти детали соединить. Я их складываю друг с другом. Вот так вот. Смотрю, чтобы мои припуски, вот, за счет того, что они расположены, направлены в разные стороны, смотрю, чтобы они у меня состыковались, пальчиком проверяю. И обязательно я скалываю это все булавками. Причем скалываю я именно в зоне припусков. Вот где у меня припуск заканчивается, что с одной, что с другой стороны, я именно припуски скалываю. Теперь в начале и в конце я тоже детали все совмещаю края и скалываю булавками. Можно, конечно, прострочить на машинке, не скалывая булавками, но там все равно появляется вероятность того, что у вас при пошиве стыки смещатся. Теперь идем к машинке. Если у вас в рядах получается вот такая история, то, что вам нужно совместить вот такие два уголка, то что я делаю? Смотрите, две вершинки. Я, во-первых, их смотрю. Так, сейчас. Я, во-первых, смотрю, чтобы у меня эти вершины моих треугольников совместились. Потом проверяю пальчиками, чтобы мои припуски совместились друг с другом. А потом я фиксирую булавками каждый припуск. Вот так вот. И потом уже и здесь это все делаю, и здесь делаю. Потом уже прокладываю строчку по нашей стороне. И смотрю, чтобы у меня строчка опять прошла в точке пересечения диагональной и вертикальной линии. Чтобы у меня шов был прямо здесь. Тогда, если вы все сделали правильно, если вы соблюдаете припуск, то, соответственно, у вас после того, как вы прошили, получится идеальный стык у треугольников. Шью с шагающей лапкой. У меня есть лапка для петчлок, но она мне не очень нравится, потому что все-таки ткань передвигается неравномерно. Соответственно, бывает такое, что верхняя деталь оказывается длиннее, чем нижняя. Поэтому мне нравится больше с шагающей лапкой шить. Далее я положение иглы ставлю на нижнее. И уже ориентируясь по своей метке, я начинаю шить. По своей лапке я начинаю шить. Во время шитья, если у вас есть коленоподъемник, вам очень сильно повезло, я поднимаю его и убираю иголку. По иголкам я не шью, потому что это, во-первых, опасно, во-вторых, можно сломать машинку. И, собственно, можно, в принципе, сломать иглу и получить травму. То есть это может еще отлететь в глаза, поэтому я останавливаюсь максимально близко к булавке нашей, поднимаю лапку, убираю булавку. Дальше снова дошиваю до следующей булавки, поднимаю лапку и прокладываю строчку дальше. Так, здесь, чтобы у меня припуск не поднимался, и я вот таким вот образом булавкой длины придерживаю припуск. Так, все, мы строчку проложили. Когда вы прошиваете, смотрите, чтобы у вас строчка прошла прямо в точке пересечения диагонального нашего шва и вертикального, точнее, горизонтального. Пришивание блоков в ряды я использую метод с замочком. Что я делаю? Мне нужно вот здесь, вот эти наши, вот мы горизонтальную линию сейчас прошили, вот она у нас идет. Теперь мне нужно с двух сторон распороть вот эту строчку, которая идет у нас перпендикулярно нашей строчке, которую мы проложили. У всех таких стыков. Здесь, убираю здесь, здесь и здесь. И я иду утюжить наш ряд. Далее нам нужно этот шов. Во-первых, мы проверяем наши стыки. Все ли у вас получилось хорошо? У меня прям вот, смотрите, диана. Я разворачиваю наизнанку. И что я делаю? За счет того, что мы распороли вот это место, если вот так сделаем, у нас припуски сами ложатся в разные стороны. Видите? И у вас в центре получается вот такой квадрат из маленьких квадратов. И вы просто приутюживайте эти припуски. Почему я люблю этот способ? Потому что, во-первых, эта изнанка очень красивая. Не нужно запариваться по поводу того, что припуски разучуживают в разные стороны. Это, конечно, отнимает больше времени, чем если мы заучуживаем на одну сторону. Единственное, то, что когда мы, например, если шьем блоки из треугольников, нужно заранее подумать, в какую сторону нужно заучужить этот припуск, чтобы они смотрели в разные стороны в итоге относительно друг друга. Вторая причина, по которой я так делаю, то, что это облегчает процесс именно во время стыка. То есть совместить эти с такими припусками блоки очень-очень легко. В-третьих, это, конечно же, надежность. Изделие так прослужит гораздо дольше. Мало вероятность то, что припуски разойдутся. То есть если мы разутюживаем в разные стороны, то у нас могут на концах разойтись припуски, если мы не будем делать закрепку. Такое тоже может быть. Следующий плюс этого всего мне нравится в том, то, что когда мы стягаем в раскол, эти припуски, которые у нас заутюжены, то есть когда мы стягаем их, мы их чувствуем. И, соответственно, иголке гораздо проще простегать это изделие. Соответственно, это облегчает во время стежки именно в раскол. Это все секреты, которыми я пользуюсь при пошиве лоскутных изделий, чтобы получились такие идеальные стыки. Надеюсь, вам понравилось. Я буду рада вашей обратной связи. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Я прощаюсь с вами буквально до следующего видео. Всем пока!